В школе Святого Иоанна Богослова учатся на сегодняшний день 350 детей. В школе преподают почти 80 учителей, многие из которых работают с неполной занятостью. Когда я впервые услышала об этой школе, я подумала, что это школа моей мечты. Потому что задача образования здесь состоит не только в том, чтобы обучить ребенка каким-то наукам, но помочь ему сформироваться в полноценную и счастливую личность. Мне кажется, важно это то, что ребенок выносит из этого времени, очень продолжительного в своей жизни, которое он проводит в школе. Первый раз я услышал об этой школе на проповеди, которую отец Фома читал после Других в церкви. Он сказал, что есть такая идея и собирается инициативная группа. Если приходит здесь кто-то, кто хочет каким-то образом помочь, поучаствовать в этом проекте, то собрание будет там тогда-то и тогда-то. Дошел к нему и сказал, что я с удовольствием пришел на первое собрание. Наша миссия служит Бога, ближнего, общества и личного спасения. И этот способ служения — создание среды, создание условий, которые поддерживают развитие личности, и чтобы Бог потом узнал себя в нас. Вы знаете, если мы говорим о миссии школы, то там есть несколько ключевых слов. То есть одно ключевое слово — это то, что это школа, которая дает хорошее, качественное образование. Второе ключевое слово — то, что это школа христианская, православная. Третье ключевое слово — то, что это школа на эстонском языке. Достаточно необычное сочетание. И вот уже в течение 10 лет школа мечтает о собственном здании. Буквально пару лет назад мы приблизились к нашей мечте. Школа начинает строительство собственного школьного дома. Дом, в котором будет много света, много пространства. И для преподавания, и для проведения свободного времени, для кружков, для классов искусства, для классов музыки. На уровне гимназии в школе будут учиться 600 детей. В школе будут преподавать 120 учителей. Характер школы определяется такой совместной деятельностью, совместным творчеством всех тех, кто может считать себя школьной семьей. Это родители, ученики и учителя. А также все те, кто стали друзьями школы на протяжении всех этих лет и помогают школе своими пожертвованиями. У нас дети очень шебутные такие, неспокойные. Им надо много индивидуального внимания. Сейчас с каждым годом мы замечаем, что дети становятся спокойнее, уравновешеннее. Мне очень нравится, что дети часто посещают всякие музеи. И мне нравится, что дети ходят в походы. То есть у них очень интересная учеба в этой школе. И у меня такого не было. И я очень по-хорошему им завидую. Наши ученики каждую весну пишут исследовательскую работу. Когда мой сын учился в первом классе, тема была «Мой дом». И вот мы рассуждали с ним на эту тему. Я спросила его, как ты думаешь, может быть, дом – это место, где тебя любят? И он мне ответил, ты знаешь, а в школе нас тоже любят. И вот такой, мне кажется, опыт, который ребенок может получить в школе, он самый важный. Мы начинаем строить школу в ситуации, когда у нас есть большинство необходимого финансирования для этой школы. Но не все. Арифметика очень простая. Для того, чтобы построить здание школы, нам нужно 6,5 миллионов евро. У нас есть в виде банковского финансирования и собственного капитала 5,5 миллионов евро. Нам не хватает 1 миллиона евро. Любые пожертвования приблизят нас к тому, чтобы это здание школы было построено. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ